Здравствуйте! Здравствуйте! Существует название у этой лекции, которое называется «Модели современности». Дело в том, что есть некая интрига, которую я с самого начала хочу вас познакомить. Ирина Корина – известный русский художник, которая принимала участие в Венецианской биеннале 1917 года. И там она представила инсталляцию «Благими намерениями». Вот вы видите ее у меня за спиной, которая состояла из погребальных венков и других вещей. Но погребальных венков, как вы можете заметить, было там много. И, конечно, все сегодня говорят о необыкновенном предчувствии, как бы сказать, пророчестве Кориной. И вот мне хотелось тоже познакомить вас с некоторыми такими пророчествами других художников. И понять, как случилось так, как получилось, что в 1917 году Ирина Корина выставила те венки, которые сейчас, как вы знаете, на кладбищах многих русских городов есть. И все больше и больше. И это визуальное совпадение, оно такое удивительное, что, конечно, нас, людей, которые собрались здесь, в визуальной культуре, конечно, оно не может не удивлять. Поскольку мы находимся в Армении, я хотела вам напомнить инсталляцию Константина Звездочетова, другого известного русского художника, который тоже принимал участие когда-то в основном проекте Венецианского биенали. Тогда еще этот проект назывался «Аперта». Это было в конце 80-х годов. А это работа 1990 года, которая называется «Азербайджанцы миленькие». И состоит она из огромного количества автоматов, пистолетов, сделанных на коленке из дерева. Как раз это было за год до начала основных военных действий в Карабахе. Еще один художник, который в 2020 году, два года назад, ну, я так выборочно просто показываю работы, наверное, их могло быть больше, но мы говорим сегодня об Ирине Кориной, поэтому примеров меньше будет. Это Константин Батынков. Это работа 2020 года, которую он сегодня в Фейсбуке повторяет и повторяет, чтобы сказать «Я вам говорил». Я ему один раз написала, что это рыба, которая как бы стухла и осталась одна голова. Он сказал «Нет, Женя, это же просто учебная кабина». Но она все равно, в нее, видите, садятся люди, ждут. Их бывает много, этих кабин. Они все пытаются взлететь. И, конечно же, тоже удивительные ощущения, такое мурашки бегут, когда я понимаю, что человек это сделал за два года до нынешних событий. Звездочетов, который много думает в последнее время о предназначении художника и пытается осудить себя за прошлые работы, как-то переосмыслить все, дает всякие умные интервью, сказал, что мы никогда не можем правильно заказывать у Бога. Мы все заказываем формально. И все вот мои, например, желания сбылись. И получилось полное безобразие. А теперь я стал опасаться. Мы еще вернемся к этой работе «Свинками». Я подробнее о ней расскажу. Сейчас мне хочется вернуться к самым первым работам Ирины, которые она сделала в 2000 году. Это была работа «29 трансформаций» на театральных художник. Потом она училась в Московском институте современного искусства у Осипа Бакштейна. И толчок такой удивительный к ее первой инсталляции, которую она сделала в XL-галерее. Вы видите, это первое пространство XL-галереи. Вы видите на экране сейчас инсталляцию, которая состоит из таких странных выпуклостей, фотографий. И сосредоточение таких светящихся объектов, наподобие светящихся каких-то жуков или светляков в углу. Вот какая-то тайная жизнь в витринах открылась Ирине. Колбасы с искусственной травой и виноград с грибами. Это все фотографии вот этих витрин. Это был удивительно, такой сюрреализм, странный, без текстов. Тексты Ирина всегда потом, конечно, добавляет, но образ, он всегда сильнее, чем ее текст, мне так кажется. И удивительно, что молодой художник начал заниматься вот такой странной историей с какими-то шевелениями, разбуханиями, набуханиями. Вот все это было настолько странно, потому что в это время делались много работ, связанные с рекламой, с фотографией. Но здесь фотография представлена совершенно в другом виде. И второй проект, который назывался «Камуфляж», выглядел так. Примерно принцип был один. Это были опять, как бы, отпочкования, выползания странных силуэтов из орнамента. Вот такой гротеск. И фигуры, которые раздевались, одевались, закутывались во что-то. Вы видите общий вид инсталляции с обоями и светильниками. Когда вы подходили ближе, вы видели, что около светильников начинают как бы как светляки или бабочки начинают роиться вот такие существа, вылезающие как бы из этого орнамента обоев. Вот они ближе, чтобы вы могли разглядеть. Это уже инсталляция через 13 лет, которую Ирина делает. она состоит из... Она называется «Занавес Куртен». Это внутри, а это снаружи, да. Она состояла из конструкции, которую Ирина повторила, обнаружив весной, после сошедствия снега, на даче в теплице такую историю. И это была такая история повторения мотива теплицы. Но вот этот полиэтиленовый купол, он тут разросся и стал иметь свое собственное самостоятельное значение. Некой полости для как бы нахождения мертвых созданий, вот сухих там ветвей, и для обнаружения созданий при этом живых, которые скапливались в нишах и в полостях наполненных водой. За то время, когда была инсталляция, все успело прорасти, зазеленеть. И, в общем, это была такая жизнь после смерти. Здесь я просто... Кто читает по-русски, извините. Кто не читает по-русски, я просто напомню. Это Диккенс, фрагмент из романа «Большие надежды», когда маленький Пип заходит в свадебный зал, брошенный полвека назад, и обнаруживает вот эти все странные усохшие, засохшие угощения, свадебный торт, в котором живет полчища пауков. И все это иссохшее, как из какого-то могильника, убранство свадебное. Это вот такой сильный у Диккенса был образ. Я вот хотела напомнить вам с помощью текста. Но думаю, что англоязычные друзья наши помнят прекрасно эту жуть. Практически сразу после первых своих обнаружений некой стилистики, самопроявления жизни, почти сразу Ирина, как художник, как театральный художник, обращает внимание на некую микробиологию. Но она работает, конечно, не как ученый. Она работает как художник, как и Диккенс, она работает с поэтическим образом. И в ее образе много удивительного, может быть, пугающего. Но самое главное, что это жизнь, которая зародилась и шевелится. Она как бы является сама по себе. И вот есть надежда, что в ней есть какая-то энергия, какая-то мощь, какие-то химические реакции проходят. И вот эти первые работы, да, потом были через 10 лет, но тоже еще достаточно давно, уже 10 лет назад, вот сделаны были в этой работе занавес. Занавес 13-го года, я сказала, 14-го, извините. Параллельно с вот этой историей про самозарождающуюся жизнь, вот большие надежды и брошенность, то есть мысли о некой большой композиции, которые подарили нам эту жизнь. То есть некое вот это мощное ушедшее древо, на котором расплодились эти жучки и паучки, они тоже как бы занимают корину. И здесь я бы показала ее работу, например, от 11-го года, это фонтан, который она делает из гофролиста металлического, из второстепенных, неважных, неглавных материалов для скульптуры, для повседневной жизни тоже не самых важных. Это вот строительные материалы, обычно, которые потом мы не видим, или они уходят на крышу, или они потом демонтируются. А здесь из них создается вот фонтан, это в парке Горького, и этот монументализм, и как бы вот внимание на прошлое. Конечно, вот мне кажется, что здесь уместно вспомнить замечательного российского художника, который, конечно, тоже был на Низанской бенале, это Илья Кабаков. И его инсталляции, ну тут у него было несколько, насколько я, конечно, хотела остановиться на инсталляции, который назывался туалет, который представлял собой вот модель таких уличных кабинок, которые были, ну и до сих пор есть, но раньше совсем было часто вот такое устройство определенное, этот вход такой, загорожденный вот стеной вот здесь, и внутренний интерьер. Это 1998 год, работа была очень известная, вызвала массу, конечно, вызвал скандал, массу отрицательных реакций. Людям было неприятно, что жизнь сравнивалась с жизнью в туалете. Многие прочли это очень буквально, как в газете, что вот таким образом разоблачается бедность коммунальной жизни. Ну, можно, конечно, и так прочесть, но сегодня эта работа трогает не меньше, хотя коммунальные ужасов у нас, ужасов коммунальной жизни в коммунальной квартире у нас уже, конечно, нет. И если вот можно процитировать русского такого критика Екатерина Деготь, которая написала об этом следующее, что скорее это было не, она видит в этой работе, не воспоминание о прошлом, а некое предчувствие будущего. Потому что вот эта жизнь в помещении, которое не подходит для жизни, то есть оно санитарное помещение, а люди там, как видите, живут основательно, со столом, с едой, с мебелью. Это жизнь беженцев, и все мы, утратившие советское прошлое, стали в каком-то смысле беженцами, намадами, и эта неустойчивость, подвешенность, она вот сохраняется. И также Деготь считает, что в этой кабинке можно увидеть некую как бы плач по конструктивизму, который тоже был построен с одними целями, как правило, потом цели менялись, и здания обстраивались, и их функциональность, функционализм прекрасный исчезал под грудой пристроек. Вот как бы это такая история, взявшаяся в прошлом, но так или иначе, это было некое тоже предвестие будущего, предвестие будущих мигрантов, что ли. И здесь я бы хотела показать другую инсталляцию коренной, которая называется «Роща». И она состоит из очень, скажем так, это минимализированное, скажем, сведенное до каких-то очень крайне скудных элементов, композиция в парке. Композиция в парке, которая была сооружена для какого-то советского праздника. А дальше случилось следующее, что ее оставили, ее не стали перевозить и где-то хранить. И вот она распалась на такие бумажные, обтянутые тканью обычно, так формировали вещи. Скульптуры, они проросли деревьями, эти пилястры, пилоны, какие-то монументальные украшения парковые, которые были сделаны из ткани, натянутой на каркас. Вот это... И они выцвели, конечно, поэтому они белые. Вот так это подсвечивалось и давало такие тени. И еще одна как бы важная корреспонденция визуальная – это фильм «Мой друг Иван Лапшин», который был снят давно, но он до перестройки не был показан, потому что там состоялась некоторая критика официальной доктрины социалистической, которая считалась невозможной. Вот я показываю этот парк, в городе, в котором происходит действие основного фильма. И там говорится следующее, что парк был задуман, вот социалистический парк был задуман как место прогулок, отдыха, но успели построить вот только одну эту входную арку. Остальные павильоны были не осуществлены. И Лапшин со своими друзьями, так мечтая приблизить это время, когда это все будет осуществлено, он делал большой крюк, чтобы пойти на работу через арку, а не коротким путем. И это была критика удивительная. Это была критика не справа, как обычно критикуют социалистическое строительство и социалистические идеи. Обычно критика идет от того, что это нарушение личной жизни и коллективизм, который противоречит и вредит частному человеку и частной жизни. А это была критика, как видите, слева, что начинания, которые были задуманы революцией, вот они были не исполнены, и люди пытаются своей жизнью как бы следовать тому, что если есть радостный парк, то мы будем ходить через него. И вот эта же, мне кажется, мысль есть в работах Кориной, связанной с вот этими монументальными работами, скульптурами, которые она создает позже. Мы идем примерно под Корина, как бы ровесник века, как художник, потому что первая ее работа важная, первая самостоятельная работа ее показана в галерее в 2000 году. Поэтому мы вот следуем как раз сквозь перипетии современной российской истории, вот видим отражение такое в ее инсталляциях. Происходит некое сближение. Мы говорили о жизни, которая самозарождалась в лужицах, оставленных в складках материи, и о памятниках, которые остались в парках и живут, несмотря на то, что они потеряли всякую функциональность. И, наконец, пришли люди-памятники. Люди появились в личности в работах Кориной тоже в виде неких скульптурных объектов. Это ее вот замечательная работа в музее Москвы, в котором я работала. Это вот атланты под разрушенный тоже один из важных таких любимых мотивов. Это беседка или какой-то павильон с порванной крышей. И там встречаются два человека, человека-сэндвича. Это человек-чебурек и человек-зуб. Ну, знаете, как на зубок. И эти герои, конечно, это были, скажем так, это была скульптура, у которой были муляж человеческих ног и человеческих рук. Но это было непонятно, потому что их эффектные вот такие обличья торговые, в которых они, по сути, должны были ходить, рекламируя чебуреки и стоматологию. Вот они встретились, чебурек с зубом. И достаточно легичная была работа такая, как бы парочка. Но в ней не было такого большого надрыва, что ли. В ней намечалась драма, потому что зуб и чебурек – это не совсем кто-то кого-то, конечно, уничтожить может. Но она была так заявлена очень легко и не читалась так драматично. Следующая очень забавная вещь была сделана Ириной Кориной в музее «Ясная поляна». Она вот приготовила такую большую ходячую маску, тоже по принципу человека сэндвича, толстого. Толстый гулял по дорожкам. Конечно, это напоминает немного принцип работы Маулицы Кателана, который делал представление, сейчас я вам напомню, который показал нам в Мумо Пикассо, как вы помните. Правда, у него была только голова, сам художник был открыт, и можно было видеть его. В этом смысле работы Кориной более скрытые. То есть, видите, человек сразу попадает как бы в оковы, в тюрьму такую, как в ящик у Кобаабы, социальной какой-то функции. То есть, зародившись вот он в качестве инфузории в какой-то лужеце, живое существо, Кориной сразу же попадает в тиски социальных программ и норм. И здесь я хотела показать тоже, как бы напомнить замечательного художника Павла Браилу, который сделал работу, она называлась «Вант». Это инсталляция в галерее Иван Ламбер в Париже. Он заказал художнику традиционному, реалистическому, написать себя в портретах разных людей. Инсталляция называлась так «Как бы хотел видеть меня мой папа». Он был хлеборобом, он был врачом, он был учителем в школе и, наконец, даже работал на бензоколонке. Все это написали, это не автопортреты художника, это портреты художника, написанные разными людьми. Потому что, конечно, для отца Павла Браилы его занятия современным искусством абсолютно непонятны и, как бы сказать, нервически непонятны. Этим художник хотел как бы успокоить родителей. То есть вот это некое социальное предназначение, которое было заложено в нашем прошлом, когда люди ждали сразу, что у меня родился сын, как бы он будет стоматологом. И вот поэтому вот можно сказать, что этот этап становления личности, вот вообще этап человеческого у корины проявляется вот только сразу так, будучи вот носителем некой социальной функции и профессии. Но потом появляется работа, такая самая ее, одна из самых известных трагических работ, которую мы тоже сделали в Музее Москвы первые. Потом показали на манифесте в Санкт-Петербурге. Главный герой представляет собой туристическое агентство. Он носит на себе земной шар и почему-то он вот лежит. Над ним располагаются небеса, несколько уровней небес и вот такой светильник, распределяющий ровно неоновый свет. А в полиэтиленовых вот этих уровнях над ним дырка, вот над этой фигурой. Вот фигура выглядит так, у нее тоже есть лицо. Это лицо как с плакатов каких-то советских, когда глобус улыбается. Мы помним в пропаганде часто используется такой образ. И вот тут видно, что он еще носит на себе модель спутника. Вот так без ног выглядел этот. То есть вот такая трагическая уже как бы фигура. Непонятно, почему он упал, откуда он упал, почему над ним дырка. И, собственно говоря, вот это такое очень укоренное. Часто появляются мотивы похожие, скажем так, и она развивает их. Но можно сказать, что на этом тема человека, вот в костюме объекта, она заканчивается. Следующей темой, вот как бы мне бы хотелось выделить, это объекты, которые начинают расти сами по себе. То есть вот та жизнь, которая в них была заложена трудящимися на благо рекламы, она как-то вот оказалась слабой. Объекты перевешивали, люди падали. Поэтому следующая история, она тоже берет начало достаточно в ранних работах. Вот эта знаменитая колонна, которую Корина представляла в разных местах, в Москве она была показана в Сколково. Колонна состоит из огромного количества повседневных, простых, низких как бы предметов, то есть материалов, из повседневной непарадной жизни. Скажем так, это изнанка жизни, это внизу ракушка, ну модуль. Напоминающий ракушку, вот этот переносной дешевый гараж. Следом идут архитектурные детали, выполненные в материалах сумок, с каким вот челноки, торговцы ездили за границу, привозили вещи, чтобы продавать на рынках в России. И наверху стоит домик, который венчает такая ложная металлическая черепица. Черепица, ну на самом деле это просто покрытие, которое изображает черепицу. То есть вот можно сказать, что эта конструкция, она как бы уже растет сама, в ней нет той жизни, которой мы надеялись найти, живой жизни в оставленных сгнивших декорациях парка. И в то же время она совершенно не старая, в ней нет вот этой похоронного мотива, она упругая, самопроявляющаяся, очень активная, собирающаяся так, напоминающая самострой, собирающаяся так, как ей угодно. Это колонна, затем павильон, который Корин удалось осуществить в момент, когда пустовал самый большой, самый красивый зал Москвы, большой манеж. И вот там был построен павильон с вертящейся внутри маленькой композицией, с сухим деревом. Но сделано было так, что к павильону невозможно было подойти, его можно было смотреть только издалека. Вот. И как бы архитектура в архитектуре. И важная совсем вещь – это инсталляция 2014 года «Припев», которая проходила в Stellart Foundation. Вот вход, который напоминал. Пространство было построено так, что вы с самого начала попадали на задворки. Центр галереи был застроен так, что вы должны были идти по коридорам узким, которые были завалены, казалось, всяким хламом, разорванными вещами. И вот. И вы шли, как бы спотыкаясь, стараясь не трогать предметы, которые ясно сделал художник. Но это было сложно, потому что это лезло к вам под ноги. И затем вы выходили к каким-то объектам, мягким, сшитым из не самых дорогих тканей, но зато самых таких китчевых. Это были фигуры, украшения, напоминающие елки. Вот эта шишка здесь появляется впервые. Потом мы увидим ее в других работах, уже совершенно по-другому сделаны. Вот она была, выглядывала из такого плюшевого занавеса. Ну что, да, вот одна из тем, конечно, прошедшего Нового года. Это старая облезлая елка в витрине с осыпавшейся мишурой. Но здесь появлялись очень важные вещи, самодостаточные. То есть вещь начала расти сама по себе, как эта колонна. И, наконец, приобрела важные очертания, как стандарт или изображение. Обычно так носили портреты вождей на демонстрации. А здесь это был лимузин или Мерседес. В общем, какая-то машина обшитая. Ну тут, конечно, много фольклора. Есть деревянная палка от штандарта, которая на самом деле березовая ветка. И обшита все тесьмой, которая почему-то немножко как бы с какой-то похоронной темой коррелируется. Но, по сути дела, это материализованная мечта, чтобы ее носить на палке. Вот здесь их много сразу мечт. Мы видим яхту и турефель, которые воплощают в себе предел мечтаний, стремления, страсти, царившие к этому времени в обществе. Вот несколько слов пишет сама Ирина. Я просто выписала, чтобы ее не цитировать. Потому что, на самом деле, эта работа еще называется «Припев». К этому времени уже 14-й год, и мне кажется, художник рефлексирует на то, что идеалы не меняются, что прошло с момента бума вот этого денежного 14 лет. И все равно все говорят о яхтах и машинах, как в начале 2000-х. То есть тем новых не появилось. Сама она пишет это очень поэтично. И так возникает фетиш. Человек, человеческое, уходит на второй план, а фетиш вбирает в себя всю энергию человеческого существования, его мечтания, его страсти, его нацеленность. Возникают живые вещи на березовых ножках. И следующий как бы этап, который мне хотелось показать вам, это вот инсталляция «Патернализм», которая была сделана на фабрике в 15-м году. Это был объект, который был задуман как соединение мужского и женского. Женская нас встречала при входе. Это была такая узкая щель, оформленная красным бархатом. Вообще это выглядело как некий занавес, приглашающий в палатку для, не знаю, масса, можно быть, интерпретаций приличных, не очень. Вот я предлагаю вам самим придумать, зачем нужно заглядывать вот в эту палатку. А когда мы видели сбоку, вот тут заглядывает в нее как раз зритель, а сбоку, сзади и сзади мы видели, что палатка имеет уже не тканые, не мягкие, а очень жесткие металлические очертания. Вот этот вход, это то, что было внутри, внутри были сухие листья на полу. Вот, собственно говоря, как она выглядела с другой стороны. Это шишка или он, этот объект. В любом случае, он был полусферой. С одной стороны был вход, а с другой вот такая колючая, шишкообразная. Я спросила, почему шишка, она сказала и рассказала мне, ну, шишками называли раньше шишак, шишка, это было обозначение гениталий. Но я этого не знала. Следующая шишка появляется в парке Никол Ленивец. Этот парк ставит себе целью реализовать самые фантастические современные архитектурные проекты, не имеющие бытовой цели, я так скажу. И Ирина Корина вместе с архитектором Ильей Вознесенским придумала вот такой объект, который тоже имел, видите, форму шишки. Он состоял из щитов, которые использует полиция, против демонстрантов. Вот он так выглядел внутри, вот так он выглядел снаружи, а вот так он выглядел внутри. Снаружи щиты были ржавые, поскольку это были не настоящие щиты, их трудно достать. Это были щиты из металла, которые покрылись коррозией. А внутри была такая вот стелла из новеньких, свежих щитов. И Ирина Корина рассказала мне историю про непонимание архитектуры со своим соавтором, потому что Илья Вознесенский спросил. «Ира, а вот мы сделали пространство, туда нужно войти и себя чувствовать хорошо. А зачем туда внутрь запихивать еще одно металлическое тело? Человеку там будет неудобно». На что Ирина сказала, что художник хочет, чтобы человеку было неудобно. В общем, такой смешной очень разговор состоялся. И так выглядит «Начи» работа Николы Ленивец. И здесь можно сказать, что объект стал телом в пространстве с внутренним содержанием, с внутренним телом. Он уже по структуре своей вполне себе соотносится с живым организмом. Он сам по себе крепок и эстетичен. Он не нуждается во внешних влияниях. Мы узнаем в нем агрессию, которая его делает красивым. И эти щиты, конечно, являются здесь неким манифестом. Из маленького объекта на штандарте выросло большой социальный организм, который лепится художником, мне кажется, совершенно параллельно с тем, что происходит в социальной жизни общества. Это смешно. Просто в жизни общества это некий параллельный отпечаток, что ли, отражение его. Теперь мы вернемся к тому, с чего начали, когда возникла первая вот эта инсталляция, знаменитая ее, «Благими намерениями», которая называется. Я показываю ее сейчас целиком, как она стояла в арсенале. Вы должны заметить, что первая работа, этот венок, он имеет тоже такой вход пушистенький, которой можно вспомнить эту работу с сочетанием мужского и женского. И вот эта шишка получилась в конце концов в результате в виде щитов и вход, который приобрел форму венка. Вот, как всегда, любимейшие материалы – это гофрированный металл, лестница, которая ведет в этот коридор. Много было росписей, и в этой инсталляции также использовали шкуры животных. Как всегда, это было использование каких-то фольклорных элементов. Но здесь это был фольклор, скорее, не городской, а из фильмов фэнтези, из дешевого дизайна. И вот так вы видите эти венки. Вот они, вот с таким входом, что ли, обозначенным. Здесь роза, а здесь голубки на венке. Они все разные. Флаги, в которых соединился красный цвет и при этом расцветка под мантию горностаевую. Тоже вот такие. Причем флаги на колонне сделаны из кафеля, как в морге. Вот эта инсталляция, она, конечно, сделана пять лет назад. Она, конечно, не может не удивлять. И поэтому я надеялась, что вам особенно будет интересно, что же делает художник сегодня. И вот ее последние вещи. С одной стороны, это работа, напоминающая об отдыхе. Она была придумана в пандемию. Она называется «Каникулы». Это работа, сделанная в новом здании Третьяковской галереи. Это надувные фигуры из пластика. Но дизайном этих фигур являются мраморные колонны здания на Крымском валу. Я думаю, что многие из вас бывали в этом здании. Это такой красивый модернистский проект. Как мы говорим сейчас, брежневский брутализм. И вот Корина представляет иную ипостась этих колонн. Когда они устали, у них случились каникулы, и они присели отдохнуть. Вот так они выглядят. Вы видите холл основной этого здания. Вот вход на выставку вот тут. И вот среди цветов. Вот сами колонны. А вот их собратья, как бы прилегшие, присевшие в уголке. И последняя работа большая, которая была сделана Ириной Кориной, была в рамках ярмарки «Космоскова» в 2021 году. Она тоже уже работает с надувными фигурами и с печатью. Вот это манеж, тот самый манеж, в котором когда-то стояла ее карусель. И вот ее работа. Плохо видно, потому что там был очень агрессивный контекст. Но сейчас мы подойдем как бы поближе, и вы увидите ее. Это все искусственные материалы. Это искусственное дерево, кипарис. Металлическая конструкция, напоминающая ограду, покрашенная серебряной краской. Такой алюминиевый, дешевый. Сверху это такая, как бы, вот здесь это, как бы, такая площадка для наблюдения. Спасательная такая площадка. И спасательные круги. Видите, здесь очень много печати. Печать вот природная такая, которая окружает вот эта серебряная ограда прямоугольная, небольшая. Вот эти круги надутые, дизайном которых является фотография лепного декора сталинских зданий на ВДНХ. На выставке достижения народного хозяйства, ВДНХ. Весь этот комплекс практически придуман в сталинское время, потом достраивался. Но там очень много зданий с такими пышными декором, лепниной. Все это, конечно, из гипса, но вот очень так. И Корина делает из них вот такие спасательные круги и надувные фигуры. Вот эта композиция, рядом с ней лежит колонна и шар такой. Все это надувное, очень легкое. И несколько таких то ли мавзолеев, то ли гротов с засохшими деревьями тоже. Достаточно частый и любимый мотив для художника. Вот так видна эта работа. Конечно, сочетание вот этой как бы темы могильной, что ли. Да, потому что это пейзаж, в котором очень часто встречаются такие ограды серебряные. И в то же время это тема корабля и спасения, о чем напоминает вот эта маленькая как бы смотровая площадка, на которую, конечно, очень сложно, невозможно подняться, потому что она сделана из очень тонкого металла. Вот это работа 21 года. Ну вот, я думаю, что на этом мой рассказ о художнике подходит к концу. Я с удовольствием отвечу на какие-то вопросы. Вот что делаем. Продолжение следует...